Всем привет, с вами Декоди. Обновление еще не вышло, но я уже вовсю разбираюсь в обновленном редакторе. Вы спросите как? Я просто поместил с полной заменой файлы сохранения из обычной стимовской версии в папку с сохранениями Geometry Dash World, но при этом у меня был сохранен уровень с возможностью копирования без пароля. В теории он может быть любой, даже ваш. А теперь переходим непосредственно к редактору. Самое неожиданное нововведение это новая скорость, кто бы мог подумать что ее вообще добавят. Я предсказываю еще более сумасшедшие демоны в грядущем обновлении. Я не знаю насколько часто вы пользуетесь фотошопом, но возможность изменять насыщенность и яркость цвета отдельно от светового спектра просто незаменима при создании уровней, так же как и при создании превью для видео. Добавление новых блоков происходит в каждом обновлении, но именно в этом они имеют очень своеобразную тематику, сейчас вы можете видеть некоторые из них. Как же я могу не сказать про паука? По первости мне казалось, что он не настолько прикольный и инновационный, как например волна. Беру свои слова обратно, он охрененный. Поиграв им я с первой же секунды понял, что точно буду использовать этот гейммод в своем уровне. Орбиты. Это те объекты при взаимодействии с которыми игрок совершает какое-либо действие. Так вот, их добавили целых две штуки. Одна ярко-красная, действует аналогично желтой орбите, только высота подъема стала несколько выше, а другая черная, резко отталкивает игрока вниз. Далее еще один интересный объект, с которым можно взаимодействовать обычным нажатием. Он позволяет переносить игрока на определенное расстояние. Также добавили очень крутые анимированные объекты, которые мне реально понравились. С помощью них можно сделать очень красивый токсичный левел. Особенно мне приглянулись лопающиеся шары и капающая жидкость. По сравнению с предыдущим обновлением добавили очень много кастомных и что надо учитывать тематических фонов. Последний из них, откровенно говоря, не очень. Но в целом все сделано довольно добротно и качественно. Как оказалось, таблички это не отдельные объекты, они созданы из составных частей. Кстати говоря, выглядят они относительно неплохо. Особенно вот эти пальцы, которые могут указывать на опасность или наоборот, на удачное прохождение какого-нибудь участка уровня. А теперь самое интересное, рассмотрим пару триггеров. Честно говоря, я сам с некоторыми из них еще не разобрался. Самым предсказуемым триггером стал триггер вращения. Настроив центр и объекты, которые будут вращаться вокруг него, мы можем видеть такую потрясающую анимацию вращения. Далее не триггер, а скорее эффект тряски камеры. Настраивается он очень просто, но спектр его применения не имеет границ. Триггер фэллоу позволяет более тонко настраивать движения объектов. Он будет полезен тем, кто часто создает басфайты, так как с ним их создание становится в разы проще. Наверное, самое удивительное это разная анимация у существ. Триггер анимейт позволяет ее настраивать, тем самым расширяя возможности их применения. Всего анимация 3 для дракона и 6 для летучей мыши. Наконец, теперь можно без усилий использования лишних блоков спрятать или скажем по-другому вообще убрать игрока из поля зрения. К слову, очень полезная функция. Теперь при достижении 40 тысяч объектов будет появляться предупреждение, что вы якобы превысили лимит использованных блоков и расширение предела до 80 тысяч может негативно сказаться на производительности при игре на слабых устройствах. Но мы-то знаем, что на том же компьютере лагать не будет, да и на более-менее средних смартфонах тоже. Я надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца, потому что описывать редактор уровней на самом деле не так уж и просто. Нужно искать подходящие слова и фразы. Поэтому я думаю, что вы поставите лайк и если еще не подписались, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока!